А благодаря вашим сообщениям составлен список улиц, где установят светильники в Алматы, в первую очередь. Напомню, два дня назад мы задавали вопрос, освещена ли ваша улица. Тогда, во время прямого эфира, на наш редакционный номер поступило 72 сообщения, 15 из которых содержали отрицательный ответ. Телезрители писали и после выпуска, видимо, тема действительно наболевшая. Итогу набралось 30 конкретных адресов, которые сейчас пребывают в кромешной тьме. В основном, на удивление, писали жители Житысовского района. Сразу пять обращений. Их мы адресовали руководству района и вот, что нам сегодня ответили. Внимание на экран. На данный момент по улице Волочаевская ведется работа по строительству линейного розничного освещения. Проведены работы по монтажу опоры освещения, также протянут симп. В августе вместе заполнена работа по установке светильников. Таким образом, нашим телезрителям, жителям улицы Волочаевская, ждать света осталось недолго. Так же, как и жильцам 119 и 120 домов микрорайона Айнабулак-3. Там освещение проведут до конца лета. А вот в микрорайоне Кемели по улице Ратушного работа начнется после разработки ПСД. Именно после ваших обращений на наш редакционный номер их внесли в общий список. Потому совсем скоро светят и эти районы. В микрорайоне Кемели у нас не освещены, получается, 22 улицы. Мы этот список составили и отправили администратор бюджетного программы управлению энергетикой для составления проекта документации на строительство линейного освещения. На самой улице Ратушного имеется освещение, но там есть переулки, где нет вообще освещения. Также вот эти вот переулки я включил, мы включили список.